Уже несколько лет в Сарфатыни Яумифи работает медиа-центр «Импульс». Дизайнеры, копирайтеры, фотографы, видеографы и художники, в роли которых выступают сами студенты, освещают все знаковые события в жизни института. Они постоянно участники всех мероприятий, которые проводят Сарфатыни Яумифи. Они помогают в создании мерча, афиш и наград. Работы очень много. Нам люди нужны как никогда. То есть с каждым разом работа все увеличивается, я бы даже сказала. И мы всегда поддерживаем все направления, которые у нас ребята хотят освоить. То есть даже если они чего-то не знают, мы можем научить тоже фотографии, видео. Пропустили уже очень много эмоций, очень много лиц в фотоаппарате. То есть каждых людей запоминаешь, каждых людей видишь. И в принципе тебя все видят, но за объективом. Возможно, моего лицо никто не знает, но я их знаю. В каждом филиале и в главном вузе НИЯУМифи есть медианаправление, которое лежит на плечах студентов. Ответственных за эту часть студенческой жизни собрали на московской площадке на медиашколе. Главная цель этого мероприятия – познакомиться с новыми идеями в плане съемки, подачи контента, чтобы развивать сообщество своих альмаматор в социальных сетях. Несмотря на то, что студенты, занятые в этом направлении, будущие инженеры, медиасфера многим из них интересна. Технически не значит, что это должно ограничиваться только математикой и физикой. Поэтому я считаю, что творчество – это все-таки не только хобби, это то, ради чего стоит уделить хотя бы немножко времени свободного. Помимо медиашколы, параллельно на площадке Мифи шло обучение кураторов. Это студенты, которые занимаются сопровождением первокурсников. Показывают им город, учат в нем ориентироваться, помогают с устройством быта и с учебой тем, кто впервые переступает порог института. Мне очень понравилось на школе кураторов, что мы познакомились со всеми филиалами. Потому что у нас была отдельная группа филиалов, где были самые активные люди. Буквально за ночь-две мы готовили огромные проекты, которые делали месяцами, например, здесь. То есть это огромный опыт. Мы разбирали различные кейсы, ситуации, которые происходили у каждого в институте. Пытались найти какие-то решения, прийти к чему-то общему, компромиссу. Кураторами обычно выступают студенты старших групп. На попечении двух кураторов целая учебная группа. Это около 20-25 человек. Для первокурсников куратор – кто-то вроде старшего брата или сестры, который помогает пройти процесс адаптации, сплотить студенческое сообщество и привнести что-то новое в жизнь вуза. На мой взгляд, это крайне важно. Потому что, когда человек приезжает на первый курс, я просто сама не из Сарова приезжала издалека. Из Московской области. Поэтому я знаю, что такое адаптация. Когда на тебя сваливается огромная учебная нагрузка, когда ты начинаешь весь быт тащить на себе разговорным языком. Это очень сложно, не хватает времени. И куратор необходим для того, чтобы ребятам эту адаптацию максимально сгладить. И хотя общественная деятельность занимает у наших героев много времени, они полны сил и энергии продолжать и развивать свои идеи. И, как говорят студенты, все их начинания находят поддержку у администрации вуза. Те, кто говорят, что в физическом вузе нет места к каким-то более социальным вещам, они не правы абсолютно. Потому что все наши студенты, студенты инженерного вуза, тем не менее, они занимаются и медиа, занимаются и социальной деятельностью, и помощью, и волонтерством. И не только в городе Саров, но и по всей России, в принципе. И в принципе.